Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Дорогу по восьмой просеке проверили на соответствие ГОСТу. Ранее проезжую часть в этой части города отремонтировали по нацпроекту безопасные качественные дороги. Два стартовых котлована уже готовы. В ноябре начнется разработка тоннелей. В Самаре продолжается строительство станции метро Театральная. Обновленная детская площадка скоро появится во дворе дома 72 по улице Венцика. Та преобразить территорию жители смогли благодаря губернаторской программе «Содействие». Игры, подарки, развлечения на аттракционах. В Самаре устроили праздник для детей с особенностями здоровья, которые в этом году впервые пойдут в школу. Выразить любовь и признательность тем, кто приносит в дом радость. В столице региона отметят День благодарности собакам. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с работниками АвтоВАЗа. На встрече обсудили наиболее значимые вопросы развития предприятия и результаты совместной работы. Глава региона отметил, что, несмотря на все сложности, которые пришлось преодолеть предприятию и всему коллективу, АвтоВАЗ восстанавливает былые мощности и трудовую славу. Планы производства на текущий год утверждены на очень высоких показателях. И работа за первое полугодие текущего года показывает, что все эти планы, какими бы амбициозными они ни казались еще в конце прошлого года, абсолютно выполнимы, обратился Дмитрий Азаров к сотрудникам. Сегодня Тольяттинский автопроизводитель является государственной компанией. Благодаря переходу в российскую юрисдикцию АвтоВАЗ получил существенную поддержку. Глава региона напомнил, что целый ряд решений, инициированных правительством региона совместно с руководством АвтоВАЗа, были поддержаны президентом России Владимиром Путиным, который уделяет особое внимание развитию компании и поддержке многотысячного коллектива. Специалисты осмотрели недавно отремонтированную дорогу по улице Восьмая Просека. Готовый объект оценили по нескольким параметрам на соответствие ГОСТу. Напомню, асфальтобетонное полотно обновили за счет средств национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Михаил Ермоленко с подробностями. Дорога по Восьмой Просеке тянется от улицы Солнечной до самого берега Волги. Это один из излюбленных маршрутов у жителей микрорайона. По нему можно быстро добраться до пляжа. Немало важно и то, что рядом располагаются два медицинских учреждения, реабилитационный центр для инвалидов и один из корпусов областного онкологического центра. Состояние проезжей части по Восьмой Просеке в последнее время вызывало у жителей недовольство. Но в текущем году дорога попала в перечень обновляемых объектов и во время дорожно-строительного сезона была отремонтирована на средства профильного НАЗ-проекта. Не везде было удовлетворительное основание. Поэтому пришлось где-то, чтобы на полную ширину дорогу сделать, делать какие-то локальные уширения, штробы, чтобы улицу довести до какой-то средней ширины где-то 6 метров. По национальному проекту безопасные качественные дороги, проезжую часть от перекрестка с улицей Солнечной, ремонтировали на площади в 10 тысяч квадратных метров. Уложили новое асфальтобетонное покрытие, выровняли профили и установили люки колодцев на один уровень с дорогой, заменив старые на новые, антивандальные. Для обновления покрытия использовали современные материалы – смесь «ЩМА-16». Объект полностью готов и прошел этап приемки работ. С помощью измерительного оборудования специалисты дорожного хозяйства совместно с подрядчиком и представителем общественности оценивали дорогу в соответствии с заданными параметрами, проверили просадку и уклон, измерили длину и определили ширину проезжей части. Мы видим, что дорожное полотно соответствует всем нормативным документам. Вот мы сегодня с вами принимали эту дорогу, и мы воочию поняли, посмотрели по документам, что дорога соответствует всем нормативам, и она действительно безопасна. Более того, мы сейчас замечаем по плотности движения, насколько автомобилистов стало здесь больше. При поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова городская власть уделяет повышенное внимание качеству дорог и развитию транспортной инфраструктуры. Только в этом дорожно-строительном сезоне в Самаре уже обновлено более 40 участков на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги». Михаил Ермоленко, Петр Поломеев. События. Строительство новой станции метро «Театральная» находится на постоянном контроле региональных и местных властей. Работа проходит по графику. На сегодняшний день специалисты полностью закончили освобождать зону метростроя от инженерных коммуникаций под проходку и станционный комплекс. В полном объеме готовы два стартовых котлована. Смонтирован и подготовлен для начала проходки тоннелепроходческий механизированный комплекс. Начать разработку тоннелей подрядчик планирует в ноябре этого года. Новую 11-ю станцию Самарского метрополитена планируют ввести в эксплуатацию в конце 2024 года. Это стало возможным благодаря федеральной поддержке, которую область получила при содействии губернатора Дмитрия Азарова. В сентябре 2021 года глава региона на заседании Президиума правительственной комиссии по региональному развитию в России представил проект инфраструктурного развития строительства 11-й станции метро. Станция театральная станет последней на первой ветке Самарского метрополитена и завершит его первую линию. Участок пути пройдет под улицей Самарской от Полевой до Ульяновской, а далее по Галактионовской от улицы Вилоновской до Красноармейской. После завершения строительства подземка свяжет удаленные районы города с его исторической частью. С вводом в эксплуатацию станции театральная интервал движения электропоездов сократится до 7-8 минут, а время в пути от Безымянки до исторического центра Самары до 25 минут. Спортивные объекты, благодаря усилиям национальных проектов, губернатор нашего региона Дмитрий Азаров появляется в разных концах нашей области и нашего большого города. Доехать с маяка, например, до сегодняшнего центра города Ледового дворца спорта – это дело 20 минут. Поэтому строительство метро – это очень важная тема, которая способствует развитию инфраструктуры, транспортной инфраструктуры нашего города. Я очень рада тому, что новая станция появится, у нас появятся новые возможности. До нового учебного года остается чуть больше недели, но будущих первоклассников уже начали поздравлять. В Самаре для детей с особенностями здоровья, которые в этом году впервые пойдут в школу, устроили праздник. Мы на нем побывали и готовы поделиться подробностями. Ольга Захарова с дочкой Кристиной любят бывать на праздниках. Девочка в этом году пойдет в школу, поэтому ее, как и других ребят с особенностями здоровья, пригласили на акцию «Внимание, первоклассник». Кристине очень нравится, и мы никогда не пропускаем такие праздники. Ее очень счастливы были сегодня посетить. Есть представления, поздравления, катание на каруселях, вот буклетики дали бесплатно, можно покататься. Ну и музыка, все так интересно, весело, громко, нам так нравится. Праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья провели в парке имени Гагарина. Для ребят устроили развлекательную программу «Школа волшебства», где каждый попробовал себя в роли учеников доброго мага и научился создавать облака. Так, смотрите, ребята, у меня волшебная палочка. Сейчас мы добавим еще одну вещь. Затем все желающие попробовали воздушный лимонад. Гарри, Гарри, это облачный лимонад, что ли? Да. А после этого оказались в царстве мыльных пузырей. Организатором акции уже много лет является городской департамент опеки, попечительства и соцподдержки. Праздник проходит в рамках программы «Самара детям. Мы разные, мы равные». Традиционно мы поздравляем 100 человек, но обязательно охватываем всех деток, идущих в первый класс с инвалидностью. Кого-то поздравляем на дому, кто-то приглашается на другие мероприятия. У нас в этом году будет проходить еще экскурсионная поездка по реке Волга, тоже также для детей первоклашек. То есть стараемся как-то поддерживать семьи, социализировать их, помогать. Также всем будущим школьникам подарили наборы первоклассника и сладкие угощения, а в завершении гости праздника прокатились на аттракционах. За годы проведения акции в ней приняло участие более 4100 детей. Светлана Кудрявцева, Игорь Казановский, События. Все школьные автобусы в Самаре прошли техобслуживание и допущены к перевозке детей в новом учебном году. Об этом сообщили на заседании городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Кроме того, чтобы свести к минимуму ДТП с участием детей, с 1 сентября в школах стартует акция «Внимание, дети! Дорога в школу». Тему продолжит наш корреспондент. Школьные автобусы к новому учебному году готовы. Об этом сообщили первому вице-мэру Самары Владимиру Василенко на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения. Совместно с представителями ГИБДД и Департаментом образования весь школьный транспорт проверили на техническую исправность и соответствуют требованиям к перевозке детей. По решению комиссии все школьные автобусы допущены к работе. В сентябре в самарских школах стартует акция «Внимание, дети! Дорога в школу». Она начнется 1 сентября и продлится весь учебный год. Родительские патрули совместно с сотрудниками госавтоинспекции будут регулярно дежурить на пешеходных переходах рядом со школами. Кроме того, ежедневно в школах педагоги будут проводить «Минутку безопасности», напоминая детям правила дорожного движения. 6 сентября у «Зебр» пройдет акция «Спасибо, водитель» с участием полицейских и учителей. Работы еще очень-очень много, но я надеюсь, что все будет хорошо и все, что было планировано, будет реализовано. Весь учебный год работу по пропаганде безопасности дорожного движения будут проводить и в социальных сетях, и чатах. Продолжат функционировать в детских садах и школах мобильная лаборатория безопасности дорожного движения. Хорошо себя зарекомендовали классные часы и родительские собрания с представителями ГИБДД. Но работу необходимо усилить, отметил Владимир Василенко. Мы предупреждаем это ДТП и где могут пострадать другие люди. Вот давайте еще раз повторяю, к этому подойти серьезно. Продолжатся в Самаре и ежедневные профилактические рейды ГИБДД «Контроль трезвости» по выявлению нетрезвых водителей. На городской комиссии по безопасности дорожного движения прозвучало предложение создать горячую линию, куда можно было бы звонить и анонимно сообщать, если человек сел нетрезвым за руль. По мнению собравшихся, это поможет сохранить жизнь и здоровье горожан. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События. Новая жизнь скоро начнется у жителей 72-го дома по улице Венцико и 27-го по Галактионовской. В их дворе заканчиваются работы по преображению детской и спортивной площадок. Территория менялась постепенно, но, как обещает подрядчик, она обретет законченный вид к 1 сентября. Какие работы там ведутся сейчас, расскажем в сюжете. Законченный вид скоро обретут детские и спортивные площадки во дворе 72-го дома по улице Венцико и 27-го по Галактионовской. Преображения там начались два года назад. Сначала обновили внутриквартальные проезды. В прошлом году установили баскетбольные кольца, карусель, качели и горку. В этом решили продолжить преображение территории, добавить тренажер, лестницу, ограждение по периметру и прорезиненное покрытие. На данном этапе мы сейчас устанавливаем оборудование. В ближайшие дни у нас приедет ограждение, чтобы оградить площадку от дорожных участков. Плюс мы подготавливаем новое ограждение для спортивной площадки, чтобы нарастить немножко уровень его, и мяч не вылетал в окна для стоящих домов. И на этом, в принципе, все. Территория преображается по губернаторскому проекту «Содействие», согласно которому на каждый внесенный жителями рубль выделяется 3 рубля из региональной казны и бюджета районной администрации. Проект развития территории разрабатывают жильцы домов, исходя из своих потребностей. Обсуждали совместно, где какие конструкции поставим. И вот наблюдаем, как идет работа. Пожалуй, дружно. Мы в чате обсуждали какие-то моменты, нужны или лавочки, или что где поставить. Собирали. Говорят, как бы хорошо мы поучаствовали в сборе денег. Здесь же какую-то часть жителей должны собрать. Все, что делается для детей, это всегда хорошо. Это, конечно, да, будет замечательно, что у детей будет такая благоустроенная площадка. Здесь работы ведутся по губернаторскому проекту «Содействие». Скажу, что это у нас шестой проект со времени действия этого, с начала действия этого проекта. Здесь устанавливается спортивная площадка, здесь устанавливаются детские площадки. Все согласно протоколу жителей двух домов, в дворе которого находится эта площадка, учли все. Я надеюсь, что всем на финише работы все это понравится. Работы по этому адресу должны быть завершены к первому сентября. Благоустройство дворов и общественных пространств – одно из приоритетных направлений в работе губернатора региона Дмитрия Азарова. Территории преображаются в Самаре в рамках действующих проектов благоустройства – федеральной программой формирования комфортной городской среды и губернаторского проекта «Содействие». В этом году по программе КГС отремонтируют 51 двор. По губернаторскому проекту более 20 территорий. Виктория Шарая, Николай Сидоров, События. На территории Самарской области проходит оперативно-профилактическая операция «Трафарет». В ней принимают участие сотрудники полиции, администрации районов и представители общественного совета при областном главке. Их основные задачи – обнаружение и уничтожение незаконной рекламы по распространению запрещенных веществ, а также установление тех, кто размещает сообщения о распространении наркотиков и психотропных веществ. Сегодня рейд проходил в Октябрьском районе Самары. На улице областного центра вместе с сотрудниками полиции отправились и корреспонденты событий. Зашифрованные надписи, сделанные при помощи трафарета, покрываются слоем краски. Это завуалированная реклама психотропных и наркотических веществ на стенах жилых домов. Чтобы очистить город от таких объявлений в Самарской области, с 21 по 25 августа проводится масштабная операция под названием «Трафарет». Целью данного мероприятия является очищение общественного пространства, открытой и прямой рекламы наркотических средств и психотропных веществ, а также выявление лиц, которые непосредственно размещают данные рекламные объявления на стенах зданий жилых и также объектов инфраструктуры. В рамках операции «Трафарет» на улицы областного центра выходят сотрудники полиции, районных администраций, представители общественного совета при областном главке. Они не только выявляют и закрашивают подозрительные надписи, но и призывают горожан сообщать о скрытой рекламе запрещенных веществ. Как говорится, первый блин не прошел кому. Граждане активно отвлекаются на данные мероприятия, особенно молодежь, которая активна в сети интернет, она очень активно проявляет свою гражданскую позицию, звонит в дежурную часть, а также сообщает соответствующую информацию о этих противоправных надписях через социальные сети, через официальные аккаунты. Операции «Трафарет» проводятся на территории Самарской области впервые, но работа по выявлению скрытой рекламы запрещенных веществ не прекращается круглый год. На нее ориентированы не только наружные службы полиции, такие как ГИБДД, ППС, оперативный состав. Меры принимают и районные администрации. Последнее время все-таки меньше стало, потому что все-таки люди, я так понимаю, стремятся к здоровому образу жизни, и им уже это неинтересно. Только за один день на территории Октябрьского района участники операции выявили и уничтожили более 150 незаконно размещенных надписей. Как напоминают сотрудники полиции, за пропаганду и рекламу наркотиков граждан ждет штраф от 4 до 5 тысяч рублей. Для должностных лиц от 40 до 50 тысяч. Для юридических лиц штраф доходит до миллиона рублей. Светлана Тимофеева, Григорий Плешаков. События. Далее, коротко о других темах этого дня. 27 августа в Самаре состоится шестой самарский международный марафон на кубок главы города. Трассы подобраны так, чтобы каждый участник смог провести незабываемый день в столице региона. Спортсменов ждут дистанции на 42 километра, 21, 10, 3 километра и детский забег на 600 метров. Все подробности можно найти в группе самарского международного марафона. Напомним, во время проведения спортивного мероприятия будет действовать временное ограничение движения транспорта. Самарцев просят заблаговременно планировать свои маршруты следования. В День российского кино в Самаре откроют памятную доску Борису Кожину. Ее разместят на фасаде дома номер 62 на улице Красноармейской, где он жил. Эту инициативу Союза журналистов поддержал губернатор Дмитрий Азаров. Символично, что установку мемориальной доски пройдет в год 85-летия со дня рождения Бориса Кожина и 105-летия Самарского областного отделения Союза журналистов России. Кинематографиста не стало в 2021 году. Он вошел в историю города как его летописец. Благодаря его работам сохранены бесценные исторические факты о Самаре, губернии, выдающихся личностях нашего региона. В Самарской области обнаружили тело утонувшего мужчины. 24 августа в 8.28 спасателей Боисково-спасательной службы региона извлекли из реки Сызранка тело погибшего 51-летнего мужчины. По сообщению Главного управления МЧС России по Самарской области, это уже 50-е происшествие с начала купального сезона и 41-й по счету погибший в воде. Спасатели настоятельно рекомендуют отдыхать только на оборудованных пляжах, где есть посты. Нельзя заходить в воду в состоянии опьянения и оставлять без присмотра детей. Туроператоры сообщили о снижении цен на туры в Турцию. Накануне учебного года поездка в эту страну всей семьей может обойтись на 40-60% дешевле. О снижении стоимости горящих туров сообщили в Ассоциации туроператоров России, ссылаясь на данные системы бронирования. В АТОР пояснили, что падение цен касается всех направлений, которые летом выбирали туристы с детьми, в том числе Турция и Таиланда. По словам специалистов, это связано с уменьшением спроса и, как следствие, появлением горящих спецпредложений на ближайшие вылеты. В этом году в Турции отдохнуло рекордное количество россиян. С января по июнь страну посетили более 2,5 миллионов наших туристов. Это почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2022 года. Средняя стоимость турпакета на двоих в эту страну составила 183 тысячи рублей. Ученые заявили о создании вакцины от алкоголизма, сообщает одно из российских изданий, ссылаясь на британский журнал. Сотрудники медицинского центра и медицинского колледжа Векснера университета штата Огайо считают, что новая вакцина может оказаться прорывом в борьбе с алкогольной зависимостью. Исследования, проведенные на приматах, показали, что единичное введение генного препарата в организм обезьян может привести к долгосрочному восстановлению уровня дофамина в головном мозге. Ученые считают, что восстановление уровня гормона радости может снизить потребление алкоголя и предотвратить возобновление его употребления после воздержания. Две недели до открытия избирательных участков 8-9-10 сентября жителям Самарской области предстоит выбрать губернатора, а в отдельных муниципальных образованиях пройдут выборы депутатов представительные органы власти. Каждый избирательный участок в регионе будет обеспечен независимым общественным наблюдением. Все наблюдатели проходят специальное обучение. О том, какие знания они получают и почему участие в выборах для них важно, узнала Галина Топилина. Очередной обучающий семинар для независимых общественных наблюдателей прошел в промышленном районе Самары. В ДК «Победа» собрались порядка 100 неравнодушных, активных граждан, перед которыми стоит ответственная задача – обеспечить прозрачность и законность голосования на избирательных участках района. Светлана Оставьева – педагог по профессии, всегда отличалась активной жизненной позицией. Второй раз участвует в общественном наблюдении за выборами. Оставаться в стороне во время выборов неконструктивно, отмечает Светлана. Это важно для каждого нашего члена общества, для всей страны. И я солидарна с этим. Само по себе организация этих выборов очень хорошо продумана. И дело в том, что сейчас все компенсизировано, и имеет возможности и старый мал в этом участвовать. Я имею в виду с 18 лет, конечно. Вячеслав Васильев, который также не впервые в общественном наблюдении, рассказывает – гражданский долг и неравнодушие к будущему страны заставило его войти в пул наблюдателей. По словам Вячеслава, знаний, которыми обладает среднестатистический человек, достаточно, чтобы вести общественное наблюдение. Акценты расставят педагоги на обучающих семинарах. Именно поэтому сегодня он здесь. Хотелось бы привнести посильный вклад в то, так сказать, благое дело, чтобы все это прошло должным образом. Добавить непредвзятости выборному процессу, проконтролировать настолько, насколько я смогу это сделать, данный ход данных событий. Собственно, и все. Организаторы обучающего семинара для наблюдателей рассказали собравшимся об изменениях в избирательном законодательстве. О том, с чем придется столкнуться на участках, разобрали практические вопросы. Мы проводим занятия, проводим обучение, рассказываем об основных критериях, от тех моментов, на которые необходимо уделять внимание, как правильно проводить наблюдение, где они, и в чем заключается сущность независимого общественного наблюдения. Ответственным за набор независимых общественных наблюдателей является общественный штаб по независимому общественному наблюдению за выборами. В этом году в его состав вошли представители региональной общественной палаты, ведущие эксперты в области избирательного права, представители аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской области, Самарского отделения Ассоциаций юристов России, представители средств массовой информации. Всего в составе штаба 15 человек. Председателем штаба стал Павел Покровский, член Общественной палаты Российской Федерации, сопредседатели, президент Нотариальной палаты Самарской области Галина Николаева и Виктор Полянский, заведующий кафедрой государственного и административного права юридического факультета Самарского национального исследовательского университета имени Королева. В этом году в состав общественного штаба вновь вошла генеральный директор телеканала «Самары ГИС» Елена Кольцун. Галина Топилина, Константин Головин, события. Самара вошла в топ-10 популярных городов для отдыха в сентябре. В бархатный сезон отпускники стремятся проводить последние теплые деньки на морских пляжах. А также на берегу реки или озера. Там тоже можно купаться, ловить рыбу, кататься на лодках. Российский сервис бронирования отелей и квартир определил самые популярные направления для отдыха на водоемах в первый осенний месяц. На первом месте Санкт-Петербург. Правда, его популярность по сравнению с сентябрем прошлого года снизилась на 20%. На втором месте Казани. Ее популярность по сравнению с прошлым годом упала на 12%. На третьем месте Нижний Новгород. Его популярность выросла на 40%. Далее следует Волгоград, Ярославль, Иркутск. Самара и Самарская область оказались на седьмом месте. На восьмом Карелия, на девятом Псковская область и на десятом Астрахань. В Самаре отметят День благодарности собакам. Праздник «Человек, собаки, друг» пройдет в субботу, 26 августа в 17 часов на площадке перед Домом культуры «Заря». День благодарности собаки отмечают во всем мире. Собака помогает человеку в разных сферах деятельности и заслуживает того, чтобы сказать ей спасибо, рассказывают организаторы праздника. Для гостей подготовили концерт на развлекательную программу, тематические номера, викторины, рассказ о том, как правильно себя вести с уличными и домашними собаками. Гости узнают трогательные истории о невероятной дружбе человека и собаки и смогут сделать фотографии с животными. Приходить на праздник можно вместе со своим любимцем. Многие чемпионаты страны по командным видам спорта стартуют в сентябре, а пока у команд есть возможность отработать командные взаимодействия и оценить физическое состояние игроков на предсезонных турнирах. Как выступают на контрольных соревнованиях коллективы из Самарской области, расскажем в нашей рубрике «Новости спорта». Хоккеисты Тольяттинской «Лады» принимают участие на предсезонном турнире Кубки губернатора Челябинской области. В первом матче автозаводчане играли против финалиста КХЛ – Казанского «Акбарса». В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами. Во втором казанцы смогли дважды переиграть голкипера «Лады», на что тольяттинцы ответили лишь голом Иванюженкова. В третьем игровом отрезке никому изменить счет не удалось. 2-3 – поражение «Лады». Впереди у тольяттинцев игры против Магнитогорского «Металлурга» и Челябинского «Трактора». Игроки Тольяттинской «Ладьи» выступают на предсезонном Кубке Родиона Амирова в Уфе. За победу сражаются шесть команд. В первом матче юные автозаводчане проиграли «Мамонтом Югры». По ходу матча «Ладья» проигрывала 0-3, смогла отыграться, но все равно уступила – 3-5. Во второй игре тольяттинцы крупно переиграли «Красноярских рысей» – 5-1, а затем смогли одолеть «Стальных лис» из Магнитогорска – 3-0. Впереди остались игры против хозяев турнира «Толпара» и «Белых медведей» из Челябинска. Гонбалистки «Лады» стали победителями домашнего предсезонного турнира открытого чемпионата города. Тольяттинки провели четыре игры и во всех одержали победы. Сначала переиграли «Ладу-2» – 33-30, и в тот же день справились с командой «Уфа-лиса» – 33-20. Крупную победу удалось одержать и в матче против «Луча» – 35-22. Самой упорной получилась встреча против «Зенегородской звезды» – 28-26. Теперь игроки «Лады» готовятся к Суперкубку России. Волейбольная «Нова» стала серебряным призером предсезонного турнира памяти Заяшникова в Ярославле. В первых двух матчах новокуйбышевцы переиграли «Пермскую Каму» 3-0 и «Подмосковный ЦСКА» 3-1, а в заключительном туре уступили хозяевам турнира Ярославичу на тайбрейке 2-3. Сейчас «Нова» находится в Санкт-Петербурге, где принимают участие в другом предсезонном турнире. В первом матче новокуйбышевцы одолели «Динамо» из Ленинградской области 3-2. Футболисты пляжного футбольного клуба «Крылья Советов» не смогли выйти в плей-офф в чемпионаты России. Перед заключительным этапом самарцы сохраняли шансы на шестое место в таблице, которая давала право на участие в четвертьфинале. Но ни одну из трех игр этапа «Крылья» выиграть не смогли. И если поражения от московского «Спартака» 2-4 и «Саратова» 2-5 не сильно повлияли на ситуацию, то поражение в матче с прямыми конкурентами – московским ЦСКА – сделало задачу по выходу в плей-офф невыполнимой. Основное время матча закончилось в ничью, причем самарцы проигрывали 0-3, но смогли сравнять счет в заключительном периоде. Но сил на серию пенальти уже не хватило. «Крылья Советов» заняли седьмое место в чемпионате. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. В Самаре для жителей пенсионного возраста проводятся занятия тренерами по общей физической подготовке, гимнастике, скандинавской ходьбе, настольному теннису, сообщает телеграм-канале Департамента опеки. В группах активного долголетия представители серебряного возраста могут заниматься любимым делом, знакомиться друг с другом и чувствовать себя максимально комфортно в кругу единомышленников. Информация о бесплатных спортивных мероприятиях для старшего поколения и расписание занятий доступны гражданам на странице Департамента опеки. Если ваши родственники или знакомые серебряного возраста не знают, где и как с пользой провести свободное время, расскажите им про группу здоровья. Охват населения профилактическими медицинскими осмотрами и диспансеризацией – одно из ключевых направлений национального проекта здравоохранения. В 2022 году диспансеризацию и профилактические осмотры прошли 51 миллион граждан Российской Федерации, говорится в телеграм-канале городской администрации «Вести с Дворянской». В 2023 году количество прошедших диспансеризацию и профилактические осмотры должно составить 87 миллионов граждан. Получить направление на диспансеризацию легко. Достаточно записаться через сервис «Мое здоровье» на портале госуслуги или по телефону поликлиники. В поликлинике для прохождения профилактических мероприятий понадобится только паспорт и полис ОМС. Как получить полмиллиона рублей на развитие своего дела? В телеграм-канале Кировского района информируют, что в Самарской области продолжается прием заявок на получение гранта на сумму до 500 тысяч рублей. Такой поддержкой от регионального Минэкономразвития могут воспользоваться молодые предприниматели и представители социально направленного бизнеса. Одно из условий – пройти бесплатное обучение по программе «Ты предприниматель» в центре «Мой бизнес» Самарской области. Чтобы подать заявку на грант представителям социально направленного бизнеса, необходимо иметь официальный статус социального предпринимателя, пройти бесплатное обучение по программе для социального бизнеса. Старт обучения – 5 сентября. Выпускники педагогических классов, поступившие научную форму обучения в региональные вузы и СУЗы, в год окончания школы на педагогические специальности впервые с сентября 2023 года могут оформить ежемесячную выплату в размере тысячи рублей, говорится в телеграм-канале Красноглинского района. Новые мероподдержки, разработанные администрацией Самары, позволят привлечь молодых педагогов в образовательные организации не только областного центра, но и всего региона. Для оформления выплаты, зарегистрированного в Самаре по месту жительства или пребывания, можно обратиться в любой офис МФЦ или районный отдел по предоставлению мер социальной поддержки населения. На этом наш выпуск подошел к концу. Будьте здоровы, всего вам самого доброго, до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова